Всем привет, с вами Диаданс, сегодня у нас вторая серия прохождения Волк среди нас, и давайте мы её начнём с того, что прочтём книгу сказаний. Чтобы быть вообще в курсе, что у нас здесь за персонажи. Бигби, шериф Фейблтауна, знаменитый большой страшный серый волк, известный как Мучитель Поросят и Девочек в Красных Шапочках, пытающийся забыть те страшные времена. Бигби стал шерифом Фейблтауна и принял человеческую форму, но зная его бурным прошлым, жители Фейблтауна неохотно доверяют ему. Бигби решил показать, что он действительно изменился, но некоторые инстинкты достаточно трудно заглушить. Дровосек. Один из тех, кто столкнулся с Бигби в чёрном лесу и выжил, чтобы рассказать эту историю. Чтобы спасти Красную Шапочку, он спорол волку брюхо топором, напил его камнями, зашил обратно и выкинул реку. К ужасу Дровосека популярность его уже прошла. Даже настоящее имя его стало забыто, и его помнят только как Дровосека. Красавица и её муж Чудовище жили в заколдованном замке, но они бежали из родных земель, оставив всё своё богатство. Теперь они живут в скромной студии в Фейблтауне в Нью-Йорке. Настали тяжёлые времена, и Чудовище приходится работать на нескольких работах, чтобы оплачивать счета. У этой пары самые долгие взаимоотношения из всех в Фейблтауне. Мистер Жаб заведует брошенной собственностью на краю Фейблтауна. Так как этого амфибия в росту в один метр, Жаб требует от полиции Фейблтауна, чтобы его и его семью постоянно снабжали чарами, чтобы быть похожими на людей. Проблема в том, что Жаб не слишком понимает, чем должна заниматься полиция, и поэтому часто досаждает им. Фейблтаун – это община, находящаяся на улице Болфинч в Верхнем Витсаде Манхэттена. Для простых людей или простаков это обычный район Нью-Йорка и ничего более. Но это настоящий дом для сказаний из многих миров. В его пределах находится большая пещера, обширная библиотека и сотни магических предметов огромной силы. Все же не похожие на людей из Казани живут на ферме удалённой части Фейблтауна. Ферма – часть Фейблтауна. Ферма – это дом для сказаний, не похожих на людей, таких как великаны, гоблины, звери и другие. Она находится в северной части Нью-Йорка, достаточно далеко, чтобы простаки не смогли их обнаружить. Некоторые её жители считают, что их держат здесь как в тюрьме, несмотря на то, что на ферме удобно и свободно. Они могут покинуть ферму, если смогут приобрести чары, но у большинства нет денег на что-то настолько дорогое. Несмотря на запрет, некоторые такие, как Коллин, всё же выбираются в город. Чары. Чары – это заклинание, позволяющее изменять внешность. Они дорого стоят, но некоторые, не похожие на людей из Казани, их покупают, чтобы выглядеть как люди. В бедных районах Фейблтауна продаются дешёвые чары, но они ненадёжны и могут привести к неожиданным последствиям. Вот такие вот дела. Ну что ж, а мы возвращаемся к нашему дому. Так, и что у нас тут? Понятно. Стол, поговорить. Давайте осмотрим просто стол. Чувак спит, похоже, очень крепко. Эй, ты спишь? Нет, он не спит, он просто так лежит. Да, наверное, это к лучшему. Ага, доспехи. Понятно. Парню вообще пофигу. Мухолова стоит протереть этого парня. Давненько я не получал почту. Как всегда. Да. Одинокий волк. Никому он не нужен. 204. Гримбл. Катчер. Ну ладно, пойдём дальше. Вызываем лифт. Так, так, так. Бигби, эй, эй, погоди, погоди. Опа. Ты не видел мою жену? Ты не видел красавицу? Нет, не видел. Нет, не видел. О, ладно, извини за беспокойство. Чёрт, что-то происходит. Солгал и даже не вспотел. И даже не вспотел. Квартира Бигби. Квартира Бигби. Квартира Бигби. Фейбл Таун. Проклятие здесь не мешало бы проветрить. Вот это навыка. Вот это навыка. Квартира Бигби. Да уж. Так, что у нас есть? Давайте осмотрим морозилку. А в морозилке куча всяких приятных и неприятных вещей. Точнее, она просто пустая. Так, в холодильнике я боюсь та же самая ситуация. Зачем он мне нужен? Мне следовало взять холодильник поменьше. Так. Досеяно синюю бороду. Никогда ему не доверял. Да, я когда первый раз увидел этого свина, я вообще очень сильно удивился. Эй, Эй, Колин, Колин, вставай. Вставай. Так, вставать ты не хочешь, да? Придется тебя использовать. Колин, давай, поднимай свою толстую свинячью задницу. Привет, Бигби. Эй, Бигби. Эй, Бигби. Я в твоем кресле, верно? Да. Да, вставай. Блин, такой ржачный свин. Это вообще просто. Напоминает еще, в какой-то игре была такая же свинья, только с туловищем человека. Ну, рассказывай. Свин, конечно, очень горный. Дашь закурить? Спасибо. Еще пара тысяч сигарет, и мы будем в расчете за мой дом, который ты сломал. Это должно прекратиться. Тебе нельзя постоянно сбегать с фермы. Лучи солнца и свежий воздух, о которых тебе рассказали, полная херня. Я сбежал с родных земель не для того, чтобы попасть в тюрьму. Не отсылай меня обратно. Бигби. Успокойся, я не стану отсылать тебя на ферму. Это мне? Нет. Да он не сам себя сдул, Бигби. Это все, что я хочу сказать. Поступай, как знаешь. Я не говорю, что именно поэтому ты должен дать мне выпивку, но... Это бы унило боль. Которую ты мне когда-то причинил. А еще это показало бы всем, насколько ты изменился. Я просто хочу отдохнуть. Беру свои слова назад. Именно поэтому тебя все и ненавидят. То есть, меня все ненавидят? Да нет, я просто прикалываюсь. Я стараюсь как могу. Очевидно, это неправда, учитывая то, как экистично ты повел себя в ситуации... Но нет, ненависть — слишком громкое слово. Они ужасно тебя боятся, ведь ты в свое время любил полакомиться людьми. Я думал, нас ждет новое начало. Я не могу изменить прошлое. Но изменить людям память ты тоже не можешь. Слушай, я не говорю, что это справедливо, но... Это правда. Люди тебя боятся. В смысле... Посмотри на свои руки. С кем ты ввязался, Драко? Со сказанием, верно? Я уверен, что ты не стал бы избивать простаков. Веришь или нет, но я просто делал свою работу. Твоя работа — избивать сказания? А иногда мне приходится отправлять их на ферму. Иди нахер. Думаешь, у меня простая работа? Сам попробуй проследить за тем, чтобы сказания не пупивали друг друга. На чем, по-твоему, содержится? Не знаю. На чем? На том, что я большой и страшный. На том, что я большой и страшный. Не говори так при людях. Это же полный бред. Именно такое отношение к вещам навлечет на тебя беду. Уверен, ты нагрубил всем, кого сегодня увидел. Нет, не всем. Назови хоть одного человека. Эммм... Красавица. Правда? Да, я сказал ей, что солгут ли ее. Верно, это очень мило с твоей стороны. С друзьями живется легче, Бигби. А мы живем пипец как долго. Я знаю, тебе нравится, что все считают тебя волком-одиночкой, но я-то видел, как ты смотришь на снежку, а? Меня ты не обманешь. Ты заткнешься? Что ж, я бы молчал, будь в моем горле не так сухо. Погоди, это же полный бред. Просто дай мне выпить, пожалуйста. Колин, хватит. Я не спал два дня. Меня выбросили из окна со второго этажа. Сейчас я хочу лишь одного. Это закрыть глаза. И уснуть, прежде чем... Слушай, если я дам тебя выпить, ты дашь мне поспать? Да, да, да. Наверное. Короче, набухай. Спасибо, Биг Би. Спасибо, Биг Би. О, боги. Оба-на. Давай, родной, вставай. Давай-давай-давай-давай. Пошел-пошел-пошел. Первый раз, когда я смотрел, я думал, что это в Россию-тутка пришла. Но сейчас вы все увидите. Биг Би? Снежка? Пошли со мной. Снежка. Снежка, что? Извини, я... Что такое? В чем дело? В данный момент я сама не понимаю, что случилось. Нам нужно поторопиться или... Привет. Привет. Доброе утро или... Вечер. Ага. У этих стен есть уши. Нам нужно быть на чеку. Поговорим снаружи. Ну и... Ну и... Так... Ну, ребята, смотрите. Да-да-да-да-дам. Нет. Ты... Ты знал эту девушку? Она не из простаков, верно? Да. Кто она? Она была проституткой. Серьезно? Я так и не узнал ее настоящее имя. Да уж. Дровосек. Он напал на нее, я заступился за нее, тогда он попытался убить нас обоих. Нет, ты же не думаешь, что он... Я пока еще ничего не думаю. Погоди секунду. Дай мне секунду. Это просто... Террино. Итак, кто нашел ее? Я нашла. Она вот так здесь и лежала. Я не трогала ее. Взяла куртку Гримбла, чтобы накрыть ее, а потом... А потом я пошла сразу к тебе. Никого с тобой не было? Нет. Бигби, неужели один из нас сделал это? В Пайбл Тауне не было убийств довольно долгое время. Все больше причин, чтобы не паниковать, пока мы не разберемся в происходящем. Осмотрись. У нас не так много времени до того, как люди начнут ходить здесь. Бедняжка. Странный порез. Чем это? Чем можно сделать такое? Чем-то очень острым или чем-то зачарованным? А я сначала подумал, что это жвачка. Что за... Это ее ленточка. На кольце какой-то символ. Я... Я не узнаю его. Я тоже. Так, отлично, мы нашли кольцо. Она была оставлена здесь с определенной целью. Что ты имеешь в виду? Как видишь, ее не просто кто-то выбросил. Она была положена сюда намеренно, чтобы мы нашли. Что за монстр мог сделать это? Да. Извини, я... Просто не могу поверить в происходящее. Да. Что будешь делать дальше? Давайте осмотримся. У нас есть еще немного времени, я должен осмотреться. Окей? Ладно, неплохая идея. Так, а что мы можем тут осмотреть? В принципе-то... Кусты. Там никого. Понятно, блин. А кто там мог быть? Убийца? Который спрятался? Собственно, по-моему, здесь вообще ничего нету. Поэтому давайте поговорим. Со Снежкой. Эй, Снежка, ты в порядке? Да, спасибо, но ты должен поторопиться у нас. Не так много времени осталось. Мы должны поскорее занести голову внутрь. Эй, Снежка... Блин, стоп, 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 стоп. Я даже не знаю, сколько времени у нас осталось. А что мне делать-то, собственно говоря? Ты куда? Мы уже закончили? Да. Я видел достаточно. Но... Ладно. Мы должны унести ее, пока кто-нибудь нас не заметил. Мы разузнаем больше в управлении делами. Они должны быть написаны в книгах, я уверена. Бигби, у тебя есть представление о том, что здесь происходит? Это послание. Послание? Даже не знаю, Бигби. Я все время получаю жалобы на наш отдел, но... В общем, что заставило тебя так думать? Жертва. Она может что-то значить. Я должна сказать об этом Крейну. Король Коул уехал, и пока что он исполняет обязанности мэра. Он должен знать. В любом случае, он узнает об этом, так что... Думаю, нет смысла тянуть с этим. Я тоже так думаю. Уверен, он не обрадуется, но... Это часть процедуры. Надеюсь, в данном случае он может мыслить здраво. Я бы не надеялся на это. Я и не надеюсь. Я просто не хочу, чтобы он вмешивался. Да. Крейн сейчас не так важен. Нам надо узнать, кто эта девушка, и так мы сможем выйти на того, кто это сделал. Отнеси это доктору с виной сердце, он осмотрит ее. Встретимся в управлении делами. Ладно, друзья, на этом мы, наверное, закончим нашу вторую серию. С вами был Диодант. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ждите новых серий. Всем добра и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok